Первыми пострадавшими от укусов клещей стали дети. Уже трое несовершеннолетних обратились в медучреждение после нападения этого маленького, но опасного хищника. Первый случай в этом году, как и в прошлом, был зафиксирован 12 апреля. Несмотря на то, что клещи активно атакуют, чулнинцы не переживают. Но выходя на улицу, стараются не оставлять открытых частей тела. А подумать стоит, ведь клещ может подстерегать не только в лесах и в парках, но и в траве вдоль тротуаров. Встреча с этим животным может закончиться плохо, предупреждают специалисты. Клещи переносит серьезные заболевания, в том числе и смертельно опасный энцефалит. Шансы заразиться примерно один к трем, говорят медики. Поэтому в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться к врачу. Клещей мы удаляем, помещаем их в контейнер, куда положено. Затем курьер относит его на исследование. Обследование. Результаты приходят к нам по телефонограмме. Мы, соответственно, передаем по поликлиникам, это тоже по телефону. Передаем результаты обследования вот этих клещей. Жертвами клещей становятся не только люди, но и животные. Нередки случаи, когда ветеринары буквально борются за жизнь питомца. Чтобы этого не допустить, необходимо защитить своего четвероногого друга. Благо, выбор препаратов против клещей большой. Ну, таблетками разными, в принципе-то, чем еще шейниками пробовали. Без этого никак. Каждый день после каждой прогулки смотрим, перебираем любимое занятие на пузе клещей поискать. Меры предосторожности на прогулках простым. Животного обработать, а себя максимально одеть. Лучше выбрать длинные рукава и высокие сапоги. Сейчас лучше избегать заросших травой территорий и отказаться от походов. Активность клещей, как правило, снижается к началу лета.